Критические замечания по работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» Всем привет! Сделал аудиоверсию критики от Мао на Сталина на его последнюю работу «Экономические проблемы социализма в СССР». Озвучил голос лучше меня. Предлагаю после прослушивания работы вам глянуть и некоторые мои разрешения по ней. Актуально это потому, что экономическая модель в СССР и КНР отличалась значительно. Более того, уже тут прослеживается то, что в дальнейшем приведет, во-первых, к необходимости проведения больших скачков, и во-вторых, к ошибкам в них. Но прежде чем начать, надо отметить пару моментов. Первое. Работа не планировалась к публикации. По сути, это своеобразный конспект, записки на полях. Эдакий Стас-комментатор, только Мао-комментатор. Более того, тут много ссылок на их внутрикитайские левацкие разборки, то есть ссылки на непонятно что. И самое главное, это на китайском языке было написано. Перевод может не вполне точно передать смысл написанного. А потому предлагаю более сдержанно относиться к формулировкам, пытаться понять суть, а не прикапываться к словам. Второе. Приравнивание СССР и КНР, хотя это, в общем-то, мягко говоря, очень разные страны в политэкономическом смысле. И находятся они, мягко говоря, в очень сильно разном положении. Мао же рассматривает государство в вакууме. Это уже не говоря о том, что у КНР был СССР как а. подушка безопасности, источник станков и специалистов, и б. пример и старший товарищ. Всё это обуславливает сомнительное размышление Мао, когда марксистский анализ опускается, ну простите, до уровня Навельного. Опять же, предлагаю к этому отнестись терпимо, так как это не официальное издание, а размышление в тетрадочке. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ СТАЛИНА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР В этой книге Сталин нигде не говорит о надстройке, не вникает в вопрос о человеке, видит вещи, не видит людей. Необходимо разобраться, полезна ли для развития экономики система бесплатного снабжения. Что лучше, наличие или отсутствие товарного производства? Нам следует изучить этот вопрос. Взгляды, высказанные в последнем письме Сталина, почти целиком ошибочны. Основная ошибка состоит в неверии в крестьянство. Первый, второй, третий главах работы «Экономические проблемы социализма в СССР» кое-что правильно, кое-что неясно выражено. Например, не полностью изложен вопрос о плановой экономике. Темпы развития советской экономики недостаточно высокие, хотя они и выше, чем темпы развития капиталистической экономики. Нет ясности в трактовке отношений между промышленностью и сельским хозяйством, между тяжелой и легкой промышленностью. Видимо, упущение в том, что вопрос о соотношении ближайших и перспективных интересов не получил исчерпывающего развития. Советский Союз идет на одной ноге. Мы идем на двух ногах. Они заявляют, что техника решает все, что кадры решают все, толкуют только о необходимости быть квалифицированным и не говорят о необходимости быть красным. Говорят только о кадрах и не говорят о массах, что тоже означает идти на одной ноге. В области тяжелой промышленности они не нашли главного противоречия, например, что сталь является основой, что машины – это сердце, уголь – это хлеб. Мы взяли сталь за основу, в этом главное противоречие в промышленности. В сельском хозяйстве в качестве основного звена мы взяли зерно, все остальное развивается пропорционально. В первой главе говорится об овладении законами, но вопрос о том, каким образом овладевать законами, не ставится. Что касается товарного производства, закона стоимости, то, хотя мы одобряем многие концепции Сталина, и здесь есть свои проблемы. Вряд ли следует ограничивать сферу товарного производства предметами потребления. Основным взглядом, изложенным в третьем письме, является неверие в крестьянство. Главное в том, что не найден путь перехода от коллективной собственности к всенародной собственности. Форму товарного производства, товарного обмена мы сохранили. Что касается закона стоимости, то мы подчеркиваем значение плана, подчеркиваем то, что политика – командная сила. Они в Советском Союзе говорят только о производственных отношениях, не говорят о надстройке, не говорят о политике, не говорят о роли народа. Они, как видно, смешивают законы науки, отражающие объективные процессы в природе или обществе, происходящие независимо от воли людей, с теми законами, которые издаются правительствами, создаются по воле людей и имеют лишь юридическую силу. Но их смешивать никак нельзя. Этот основной взгляд на законы верен, но имеет два недостатка. Во-первых, он недостаточно поясняет субъективную активность партии и народных масс. Во-вторых, он не полон, так как не отражает того, что правительственные законы правильны не только потому, что они отражают волю рабочего класса, но также и потому, что они реально отражают требования объективных экономических законов. Если исключить астрономические, геологические и некоторые другие аналогичные процессы, где люди, если они даже познали законы их развития, действительно бессильны воздействовать на них. Это положение неверно. Человеческое познание, способность к преобразованию природы безграничны. Вопрос рассматривается вне развития. То, что недостижимо сейчас, в будущем станет возможным. То же самое надо сказать о законах экономического развития, о законах политической экономии, все равно, идет ли речь о периоде капитализма или о периоде социализма. Здесь также, как и в естествознании, законы экономического развития являются объективными законами, отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо от воли людей. Как следует вести плановое хозяйство? Недооценка легкой промышленности и сельского хозяйства. Именно поэтому Энгельс говорит там же, что «законы их собственных общественных действий, противостоящие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству». Свобода есть познанная необходимость. Объективные законы противостоят людям, являются независимыми, познав их, можно управлять ими. Особая роль советской власти объясняется двумя обстоятельствами, во-первых, тем, что советская власть должна была не заменить одну форму эксплуатации другой формой, как это было в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию, во-вторых, тем, что ввиду отсутствия в стране каких-либо готовых зачатков социалистического хозяйства, она должна была создать, так сказать, на пустом месте новые социалистические формы хозяйства. «Нужно изучать необходимость экономических законов социализма. На совещании в Ченду я уже говорил, что надо посмотреть, сможет ли выдвинутый нами комплекс положений, больше, быстрее, лучше, экономнее, три одновременно, линия масс, все перевернуть коренным образом, окажется ли он успешным. Для того, чтобы это подтвердилось, потребуется несколько лет и даже до десятка лет. Раньше находились люди, которые сомневались в законах революции. Теперь уже подтверждено, доказано, что законы были правильными, ведь враг разгромлен. Люди пока сомневаются, можно ли построить социализм. Надо ещё изучать вопрос о том, соответствуют ли методы, применяемые в Китае экономическим законам Китая. Я считаю, что если они в общем соответствуют, то этого достаточно». «Задача эта, безусловно, трудная и сложная, не имеющая прецедентов». «В создании форм социалистической экономики мы имеем советский прецедент. Поэтому мы должны вести дело лучше, чем в Советском Союзе. Если будем действовать неправильно, то тем самым покажем, что китайские марксисты никуда не годятся». «Задача трудная и сложная, в этом отношении положение в Китае сходно с положением в Советском Союзе». Этот абзац является главным. «Это значит, что закон планомерного развития народного хозяйства даёт возможность нашим планирующим органам правильно планировать общественное производство. Но возможность нельзя смешивать с действительностью. Это – две разные вещи. Чтобы эту возможность превратить в действительность, нужно изучить этот экономический закон, нужно овладеть им, нужно научиться применять его с полным знанием дела, нужно составлять такие планы, которые полностью отражают требования этого закона». «Нельзя сказать, что наши годовые и пятилетние планы полностью отражают требования этого экономического закона». «Главным в этой главе является то, что нельзя смешивать закон планомерного, пропорционального развития с планом. Мы и раньше составляли планы, но в то время у нас постоянно возникали всякого рода неувязки. Завышали, занижали, слепо бросались туда и сюда, не знали, как лучше. И только пройдя извилистый путь, придя к теории седлообразного развития, только когда все начали шевелить мозгами и искать различные способы, мы обрели 40 пунктов основных положений развития сельского хозяйства, которые стали нашей программой. В настоящее время идет процесс их осуществления, процесс выработки новых пунктов. Три года упорного труда и дальнейшее развитие, исчерпывающее обсуждение итогов и новое движение. Возможность их реализации должна еще подтвердиться объективной практикой. В 8 лет мы занимались промышленностью и не знали, что главным звеном является производство стали. Это важнейшая сторона противоречия в области промышленности, именно в этом проявляется манизм. При одновременном развитии крупных, средних и мелких предприятий центральным звеном являются крупные предприятия. При одновременном развитии промышленности центрального и местного подчинения основной является промышленность центрального подчинения. Из двух сторон противоречия одна сторона является главной. Конечно, в итоге нашей 8-летней работы в области промышленности мы достигли успехов, и это главное. Но это был процесс движения на ощупь. Нельзя сказать, что мы абсолютно верно планировали производство, полностью отражали объективные законы. План вырабатывается всей партией, а не только плановой комиссией, экономической комиссией. Его вырабатывают на всех уровнях, сообща. Это положение у Сталина в теоретическом плане правильно. Однако оно ещё не изучено досконально. Его необходимо развить и ясно изложить. В Советском Союзе не осуществляется курс идти на двух ногах, не осуществляется курс на одновременное развитие крупных, средних и мелких предприятий, на одновременное развитие промышленности центрального и местного подчинения, одновременное развитие промышленности и сельского хозяйства. Там система правил и распорядков сковывает людей. Мы тоже не изучили и не освоили достаточно полно все эти методы. Поэтому наши планы тоже далеко не полно отражают объективные законы. Разберём формулу Энгельса. Формулу Энгельса нельзя считать вполне ясной и точной, так как в ней нет указания, идёт ли речь о взятии во владении общества всех средств производства или только части средств производства, ТЕ. Все ли средства производства переданы в общенародное достояние или только часть средств производства? Значит, эту формулу Энгельса можно понять и так, и этак. В этом абзаце анализ доводится до конца. Вопрос состоит в том, чтобы разделить его на две части. Положение, что средства производства не являются товаром, заслуживает изучения. К главе 2. Вопрос о товарном производстве при социализме дано следующее замечание. Условия существования товарного производства рассмотрены неполно. Важнейшей предпосылкой товарного производства является наличие двух форм собственности. Однако товарное производство в конечном счёте связано с производительными силами. Поэтому, даже когда полностью установится социалистическая общенародная собственность, кое-где обмен будет осуществляться через товарную форму. Из этого следует, что Энгельс имеет в виду такие страны, где капитализм и концентрация производства достаточно развиты не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве для того, чтобы экспроприировать все средства производства страны и передать их в общенародную собственность. Энгельс считает, следовательно, что в таких странах следовало бы наряду с обобществлением всех средств производства устранить товарное производство. И это, конечно, правильно. Анализ формулы, сделанный Сталином, правилен. В настоящее время у нас есть люди, которые весьма склонны упразднить товарное производство. Товарное производство вгоняет их в печаль, так как они считают, что налицо капитализм. Судя по всему, для того, чтобы сплотить несколько сот миллионов крестьян, ещё придётся значительно развивать товарное производство и увеличивать эмиссию денег. Это вопрос идеологии нескольких сотен тысяч кадровых работников, это вопрос о сплочении с 500 миллионами крестьян. Сейчас мы владеем лишь частью средств производства, и похоже, что есть люди, которые хотят немедленно провозгласить всенародную собственность, экспроприировать среднего и мелкого производителя. Не говорится только о том, кому нужно передать их собственность, кому не или уезду. Отменить таким образом товар и товарное производство, и провозгласить лишь общенародную собственность, значит экспроприировать крестьянство. В конце 1955 года закупки зерна вместе с обязательными поставками составили около 90 миллиардов ценей. Шум поднялся неимоверный, только и было разговоров, что о зерне все без исключения говорили о централизованных закупках. И это были всего лишь закупки, а не распределения. Затем решили добиваться 83 миллиардов ценей, и лишь после этого страсти улеглись. Я отвлекаюсь в данном случае от вопроса о значении для Англии внешней торговли с ее громадным удельным весом. В народном хозяйстве Англии, я думаю, что только по изучению этого вопроса можно было бы окончательно решить вопрос о судьбе товарного производства. В Англии после взятия власти пролетариатом и национализации всех средств производства, Судьба зависит именно от вопроса ликвидации товарного производства. Но вот вопрос, как быть пролетариату и его партии, если в той или иной стране, в том числе в нашей стране, имеются условия для взятия власти пролетариатом и неспровержения капитализма, отбросил бы крестьянство надолго в лагерь врагов пролетариата? Коротко говоря, не нащупаны закономерности товарного производства. Китайские экономисты знакомы с марксизмом-ленинизмом только по книгам. Стоит им столкнуться с экономической практикой, как их марксизм идет на убыль, в мыслях наступает путаница. Если мы совершим ошибку, то толкнем крестьянство в лагерь врагов. Ответ Ленина сводится коротко к следующему. Не упускать благоприятных условий для взятия власти, взять власть пролетариату, не дожидаясь того момента, пока капитализм сумеет разорить многомиллионное население мелких и средних индивидуальных производителей. Экспроприировать средства производства в промышленности и передать их в общенародные достояния. Что касается мелких и средних индивидуальных производителей, объединять их постепенно в производственные кооперативы ТЕ, в крупные сельскохозяйственные предприятия, колхозы. Развивать всемерную индустрию и подвести под колхозы современную техническую базу крупного производства, причем не экспроприировать их, а, наоборот, усиленно снабжать их первоклассными тракторами и другими машинами. Для экономической же смычки города и деревни, промышленности и сельского хозяйства сохранить на известное время товарное производство, обмен через куплю-продажу, как единственно приемлемую для крестьян форму экономических связей с городом, и развернуть во всю советскую торговлю, государственную и кооперативно-колхозную, вытесняя из товара оборота всех и всяких капиталистов. История нашего социалистического строительства показывает, что этот путь развития, начертанный Лениным, полностью оправдал себя. Не может быть сомнения, что для всех капиталистических стран, имеющих более или менее многочисленный класс мелких и средних производителей, этот путь развития является единственно возможным и целесообразным для победы социализма. Анализ, содержащийся в данном абзаце, правилен. Если взять Китай, то здесь развитие пошло еще дальше. Все эти пять положений верны. Мы в отношении национальной буржуазии осуществляем политику выкупа. Мы развиваем народные коммуны, которые по масштабам крупнее колхозов. Мы это как раз и делаем в настоящее время. То, что некоторых людей не устраивает товарное производство, плохо. Идею сохранения на известное время и товарного производства надо заимствовать у Сталина. Сталин взял ее у Ленина. Ленин говорил о всемирном развитии торговли. Мы должны говорить о всемирном развитии промышленности, сельского хозяйства и торговли. Суть проблемы в том, что это вопрос о крестьянстве. Некоторые считают, что крестьяне по сознанию стоят даже выше рабочих. Все эти пять условий мы или уже выполнили, или в настоящее время как раз выполняем. А отдельные даже развили несколько дальше. Например, в народных коммунах занимаются промышленным производством, промышленность и сельское хозяйство развиваются одновременно. Ленин тоже говорил так. Нельзя рассматривать товарное производство как нечто самодавляющее, независимое от окружающих экономических условий. Товарное производство старше капиталистического производства. Оно существовало при рабовладельческом строе и обслуживало его, однако, несмотря на то, что оно подготовило некоторые условия для капиталистического производства, не привело к капитализму. Спрашивается, почему не может товарное производство обслуживать также на известный период наше социалистическое общество, не приводя к капитализму, если иметь в виду, что товарное производство не имеет у нас такого неограниченного и всеобъемлющего распространения, как при капиталистических условиях, что оно у нас поставлено в строгие рамки благодаря таким решающим экономическим условиям, как общественная собственность на средства производства, ликвидации системы наемного труда, ликвидации системы эксплуатации. В первой части цитаты есть некоторая натяжка, там, где говорится, не приводя к капиталистическому строю. Конечно, надо добавить слово «строй». Пленум ЦК выдвинул политику использования, ограничения, преобразования. У нас в полном объеме существуют эти условия, совершенно верно. У нас уже нет такого положения и таких условий. Некоторые также боятся товара, как боятся капитализма. Они не понимают, что, ликвидировав капиталистов, можно значительно развить товарное производство. В отношении товарного производства мы еще отсталая страна, отстаем от Бразилии и Индии. Товарное производство не существует изолировано, надо видеть, с чем оно связано, с капитализмом или социализмом. Если с капитализмом, то это капиталистическое товарное производство, и если с социализмом, то это социалистическое товарное производство. Товарное производство существует с древних времен. Историей известна династия Шан, при которой как раз и началась торговля. Инский царь Чжоу Ван, который был компетентен и в гражданских, и в военных делах, Цинь Ши Хуан, Цао Цао попали в разряд отрицательных личностей. Это неверно, полностью полагаться только на то, что пишут в книгах, хуже, чем совсем обходиться без книг. И если говорить о том, что составляет общественный строй, то ведь в недрах капиталистического общества нет социалистического строя, однако рабочий класс, социалистическая идеология существует внутри капиталистического общества. Товарное производство определяется окружающими экономическими условиями. Можно ли рассматривать товарное производство как полезное орудие, способствующее социалистическому производству? Я думаю, что оно покорно служит социализму. Можно обсудить этот вопрос с кадровыми работниками. Говорят, что после того, как установилось в нашей стране господство общественной собственности на средства производства, а система наемного труда и эксплуатации ликвидирована, существование товарного производства потеряло смысл, что следовало бы ввиду этого устранить товарное производство? Стоит слова «наша страна» изменить на «Китай», и все окажется на месте. В настоящее время у нас существуют две основные формы социалистического производства – государственная, общенародная и колхозная, которую нельзя назвать общенародной. В настоящее время, то есть в 1952 году, спустя 35 лет после революции, а у нас после освобождения прошло лишь 9 лет. Здесь говорится о двух основных формах. В народных коммунах не только земля и машины, но и труд, и семена, и прочие средства производства являются собственностью коммуны, поэтому и продукция – собственность коммуны. Не надо считать, что китайские крестьяне – необычайно передовые крестьяне. Секретарь уездного комитета партии уезда Сиу провинции Хэнань задумывается над вопросом, будет ли государство в случае стихийных бедствий выплачивать заработную плату крестьянам после провозглашения общенародной собственности и введения системы бесплатного снабжения. Он опасается, что в случае богатого урожая государство соберет продовольственные поставки зерна и не будет выплачивать заработную плату. Таким образом, и стихийные бедствия, и богатый урожай порождают сомнения, беспокойство и проблемы. Это пример того, как думает об оплате труда крестьянин. Марксисты тоже должны думать над этой проблемой. Мы должны всесторонне развивать товарное производство в течение 15 лет и даже еще большего срока, надо быть терпеливыми. Мы воевали десятилетия, но и сейчас надо иметь терпение ждать освобождения Тайваня. Строя социализм, тоже надо иметь терпение, не следует рассчитывать на скорую победу. Это вопрос особый, требующий отдельного обсуждения. Сталин ушел от этого вопроса, не нашел способа и соответствующей формы его решения. Речь идет о вопросе перехода от коллективной формы собственности к всенародной. Следовательно, наше товарное производство представляет собой необычное товарное производство, а товарное производство особого рода, товарное производство без капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических производителей, государства, колхозы, кооперация, сфера действия которого ограничена предметами личного потребления, которое, очевидно, никак не может развиться в капиталистическое производство и которому суждено обслуживать совместно с его денежным хозяйством, дело развития и укрепления социалистического производства. Сфера его действия не ограничивается предметами личного потребления людей, некоторые средства производства также должны быть отнесены к товарам. Если продукция сельского хозяйства является товаром, а продукция промышленности товаром не является, то как же производить товаробмен. Если в этом отрывке заменить слово «наше» на слово «китайское», то он представит еще больший интерес. В Китае не ограничиваются предметами потребления, имеются еще и средства производства, которые надо поставлять для сельского хозяйства. Сталин не продавал крестьянам средств производства, Хрущев стал продавать. Дано следующее замечание. Нельзя смешивать вопрос о границах между социализмом и коммунизмом с вопросом о границах между коллективной собственностью и общенародной собственностью. Сохранение товарного производства при наличии коллективной собственности имеет цель и укрепление союза рабочих и крестьян, развитие производства. В настоящее время некоторые люди утверждают, что коммунизм у крестьян расцветает пышным цветом. Они, однажды побывав в деревне, считают, что крестьяне выше всяких похвал, что крестьяне скоро поднимутся до небес, войдут в рай, что крестьяне в идеологическом отношении впереди рабочих. Это лишь видимость, надо понимать, что у крестьян действительно коммунистический дух, но не только это. Надо видеть еще собственность коммун, то есть коллективную собственность коммун, включающую в себя средства производства и средства существования. Надо поступать так, как секретарь уездного комитета партии уезда Сеул. Надо развивать товарное производство, не следует рваться вперед, очертя голову. Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из «капитала» Маркса, где Маркс занимался анализом капитализма и искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Понятно, что Маркс пользуется при этом понятиями, категориями, вполне соответствующими капиталистическим отношениям. Но более чем странно пользоваться теперь этими понятиями, когда рабочий класс не только не лишен власти и средств производства, а, наоборот, держит в своих руках власть и владеет средствами производства. Довольно абсурдно звучат теперь, при нашем строе, слова о рабочей силе, как товаре и о найме рабочих. Как будто рабочий класс, владеющий средствами производства, сам себе нанимается и сам себе продает свою рабочую силу. Особенно это касается средств производства промышленных отраслей. Товарное производство надо широко развивать не ради прибыли, а ради крестьян, ради союза рабочих и крестьян, ради развития производства. Рабочая сила перестала быть товаром, перестала служить деньгам, стала служить народу, особенно после кампании по упорядочению стиля, направленной против правых. И лишь тогда вопрос о том, что рабочая сила перестала быть товаром, был решен. Иногда спрашивают, существует ли и действует ли у нас при нашем социалистическом строе, закон стоимости. Закон стоимости не играет роли регулятора, план, политика как командная сила выполняют роль регулятора. Закон стоимости не может при нашем строе играть роль регулятора производства. В нашем обществе закон стоимости отнюдь не выполняет регулирующей роли, то есть не играет решающей роли. В производстве решающую роль играет план. Так, разведение свиней, выплавка стали регулируются не законом стоимости, а планом. Сталин говорит о законе стоимости, о рентабельности. Он говорит, что если применять закон стоимости, то нельзя развивать тяжёлую промышленность. Он говорит, что рентабельность касается главным образом лёгкой промышленности. А мы разве не занимаемся производством, учитывая рентабельность? Когда Сталин говорит об этом, то его высказывание входит в противоречие с товарным производством. То, что в закон стоимости, не играет регулирующей роли, это верно, но Сталин и не развил это положение. Видимо, он не сумел разрешить вопроса о переходе коллективной собственности во всенародную собственность. Несколько замечаний по поводу ответа товарищам Санина и Венжеру. Это в основном ошибочно. Основное – это беспокойство по поводу крестьянства, не верея в крестьянство. Ухватились за сельхозмашины и держат намертво. А в результате государство со всей жесткостью сдерживает крестьянство, крестьянство же тоже со всей жесткостью сдерживает государство. Говоря в целом, Сталин и не видит роли человека. Что касается двух переходов, то Сталин не нашел путей и методов. Он говорит только о производственных отношениях, не говорит о надстройке. Если взять Китай, то и движение за упорядочение стиля работы и направление кадровых работников внизы, и два участия, и одно преобразование, и слом старых правил и порядков – все это относится к вопросам надстройки, относится к области форм сознания, к идеологии, к политическим вопросам. Сталин не касается надстройки, он говорит только об экономике, не говорит о политике. Создается впечатление, что вопрос о переходе от коллективной собственности всенародной собственности не решен. Пусть все товарищи обсудят этот вопрос, подумают над ним. Все должны подумать над вопросом о том, где проходит грань между социализмом и коммунизмом. В работе Сталина и не развернут вопрос о планомерном, пропорциональном развитии. Надо изучить, что здесь ясно, а что не ясно. Один за всех, все за одного. Это выражение неправильно, перевод его неудачен. Идеи буржуазного права главным образом проявляются в системе. Мы в области образования разбили часть этой системы, было покончено с тремя порочными стилями и пятью отрицательными настроениями. Что же касается товарного производства, закон о стоимости, то здесь так поступить нельзя, как нельзя в настоящее время упразднить идею юрисдикции. Кроме правых элементов и кулаков, все хотят вступить в коммуны, но разом попасть на небо нельзя. С одной стороны, коммуны должны развивать производство продуктов для собственного потребления, с другой стороны – развивать товарное производство. Мы – страна, в которой не хватает товаров. Мы – страна, в которой мало товарного зерна. Коммуны должны развивать товарное производство для улучшения жизни народа. Наши ученые и экономисты не желают говорить об этом вопросе. Без развития товарного производства нельзя выплачивать заработную плату. Идеи буржуазного права непременно надо разбить. Заработная плата, материальные льготы, категории оплаты – всё это нелепость. То, что в 1953 году была проведена реформа заработной платы, было правильно, в то время необходимо было несколько отступить. При осуществлении реформы отмечались недостатки, было установлено слишком много категорий. Всё это надо поломать, надо держать в поле зрения структуру коммун. Кроме того, надо ответственно подходить к организации военизированных подразделений в коммунах, они полезны в смысле возможности манёвра рабочей силы. Нужно наладить работу коммунальных столовых, нужно подумать и о меню. Можно устраивать авралы на несколько суток, но надо давать людям и отдыхать. В деревне установили 10-часовой рабочий день и два часа отвели на учёбу, то есть не совсем так, как в городе. В северной Шинси надо поднажать, в больших городах организацию коммун следует вести помедленнее. Пекин добровольно попал в число отстающих. А теперь дам некоторые комментарии. Первой претензией к Сталину, высказанной в самом начале работы, является упрёк в неверие в крестьянство. При всём уважении, товарищ Мао Цзэдун, я знаю, что вы старый мёртвый человек, и тем более отдаю себе отчёт в том, что вы это не увидите, но обращаться буду именно к вам. Вы насчёт веры, это вот в церковь. Вот там можно посидеть, поверить, помолиться. Хочу продемонстрировать мем, полностью иллюстрирующий данную ситуацию. Да, представляете, кровавый ветеран не верил в крестьянство. Тем более, что оно в СССР было неоднородно. И ключевое тут в СССР. Потому что наше крестьянство и китайское – это, мягко говоря, очень разные вещи. Ещё царское правительство боролось с крестьянскими общинами, коммунами, которые сохранились в Поднебесной. Финал этого процесса пришёлся как раз на реформы Столыпина, когда в результате его реформ община была разбита на середняков, бедняков и кулаков. А в Китае? Не скрою, я с историей СССР в XIX и XX веках знаком не так хорошо, как хотелось бы. Но в Поднебесной сохранились те самые общины, которые в случае России хвалил ещё Карл Маркс. Дескать, они могут быть полезны для строительства коммунизма, так как внутри себя держат вполне себе коммунистическое. Это отмечает Мао Цзэдун. Ну, тысячу и 488 раз отмечу. А зачем тогда гражданин Мао отмечает, что Сталин ошибался, недооценивает роль крестьянства? Возможно, тут действительно коммуны для коммунизма дадут большую пользу. И не стоит их ограничивать, как это сделано в СССР. Но это требует отдельного анализа, который тут не проводится. Китайский лидер говорит о непонимании Сталина вопроса крестьянства вежливо. Но давайте переведём это на наш интернетный быдлый язык. Вот же дебил усатый, ничего не понимает. Именно так звучат слова Мао. Более того, дальше звучит это. Мы идём на двух ногах, а СССР на одной. Это Мао о сталинском принципе ведущего звена. Вкратце, у нас есть главная задача и под неё мы выстраиваем план, расставляем приоритеты. Согласно этому, важнейшим для нас является производство средств производства, механизация хозяйства. Таким образом, развивая тракторное производство, мы развиваем сельское хозяйство. Мао уже предлагает это заменить сбалансированным развитием. И тут надо отметить, что метод ведущего звена тоже не идеален. Он, о ужас, материален. Недостатки планирования могут вызвать проблему, а ведущость некого звена означает, что остальные звенья имеют приоритет только постольку, поскольку помогают выполнению того самого ведущего звена. Выражаться это может в самых ужасных вещах, по типу венгерского погрома 56-го года. Позиция, которую отстаивает Мао Цзэдун, она обусловлена не реальным положением дел в СССР, а тем специфическим положением, которое установилось в Поднебесной. Опять же, Мао начинает ругать Сталина. Вот же дебил усатый, не понимает, что шагал СССР только на одной ноге. А мы-то умные, мы на двух будем. Но все это только потому, что у Китая был, на момент написания Сталином этой работы, под боком СССР. Вы можете больше упарываться в мелкое производство. Даже эти ваши коммуны могут сделать мелкофабричное производство. Все потому, что фронт от вас далеко, что у вас есть подушка безопасности. А у СССР ее нет. Потенциальный фронт уже тут, прямо у наших границ. И все прекрасно понимали, что закончилась вторая, и будет только передышка в 20-40 лет, и будет новая мировая война. Которой не случилось по целому ряду причин. Приход к власти мирного, социал-империализма, ревизионизма – одна из них. Далее Мао говорит о необходимости быть красным, что верно и нужно. Однако книга называется «Экономические проблемы социализма в СССР», а вовсе не политические проблемы. И тем не менее, изначально был у кровавого ветерана и большевистской партии лозунг об овладении техникой. Затем, проведя индустриализацию, хотя бы на самом минимуме, появился лозунг об овладении большевизмом. Это и есть «быть красным», что и подразумевалось само собой. Далее Мао пишет о том, что путь от коллективной к всенародной собственности не проложен. И действительно, устали на про это Мао. Но мы, в 21-м веке, можем рассмотреть это как это было на практике. В 70-е годы, при должной механизации и урбанизации, при должном распространении образования и при должной систематизации работы колхозов, их национализировать не составило труда. Таким образом, вопрос был в развитии производства в деревне. Превращение колхоза из объединения крестьян в условно завод по производству еды. А деревенское население превратилось в рабочий класс. Мао пишет, не говорят о настройке. Это верно. В СССР после войны были огромные потери среди населения. Больше половины коммунистов умерло в Великую Отечественную войну. Следовало провести некую новую культурную революцию, похожую на ту, которая была в СССР в 30-е, для того, чтобы исправить негативные последствия войны. Мао пишет о динамике развития и познания законов. Действительно, у Сталина это тоже очень абстрактно написано. Но лишь потому, что это надо применять везде конкретно и своеобразно, зависимо от отрасли. Кратко, можно свести всю работу Сталина к следующему. Не надо отменять МТС, вы загубите колхозы. Не надо отменять артели, спрос на мелкое производство вы не убьете. А только отдадите на откуп это подпольному производству, а значит, антисоветчикам. Не надо сажать кукурузку у нас в Мурманске и в соседнем Архангельске, ничего не вырастет. Не надо поднимать целину, если вы не создали там все необходимое. Не надо вводить рентабельность при господдержке, это только заставит директоров завышать цены без роста эффективности. Об этом писал Сталин. Не надо играться с экономикой, вы не способны изменить ее законы, вы не познали их. А если вы не контрреволюционер, то вы сильно ошибаетесь и делаете непростительную ошибку. Если вы контра, то вы или вредитель, либо у вас есть цель таким образом сколотить себе капитал. Выше были примеры из СССР, ниже приведу примеры из КНР. Тут, кстати, надо вспомнить тезис Мао о неверии Сталина. Посмотрим, как китайский руководитель верил. Не надо пытаться давать крестьянам условно в каждый дом по плавильной печи. Ничем это не могло закончиться, кроме как нерациональной тратой руды и трудочасов. Как, кстати, и в случае с хрущевской кукурузкой. Не надо пытаться копать глубже, сеять и лить больше. Не надо воробьев стрелять, если вы не уверены, что это не приведет к гибели урожая. Кстати, и в СССР поднятие целины привело при неправильном планировании к продуктовому кризису. А в Китае от вышеуказанных мер случился голод. И не важно, сколько там погибло, это уже полный звездец. Если при глупом Сталине, не верившем в христианство, тоже был голод, основанный на объективных причинах, геотермальных явлениях, которые вызвали голод в польском Львове, Чехословакии, Венгрии и даже Германии, то у Унны, Хрущева и Мао это было вызвано субъективными причинами. Мао пишет, мы должны вести дела лучше, чем в СССР. Пожелание хорошее, но пока не более. В тексте регулярно встречается, стоит слова «наша страна» заменить на «Китай» и все в таком духе. А может не стоит, может не надо, условия сильно разные. Мао пишет, Сталин не нашел способа и формы перехода от коллективной собственности к всенародной. И действительно, кровавый ветеран не дает четкого указания. Потом и получается картина «сидим и не рыпаемся». А с другой стороны, практика показывает, что это так и происходит. Это медленный процесс урбанизации, изменения сознания масс. Превращение крестьян в рабочих агропредприятий. Получается, опять же, Сталин прав. Медленно, но верно идти к коммунизму. Также Мао упоминает Тайвань. И то, что его надо освободить. Ух, не знал дедушка, что некоторые его горе-продолжатели, мерзко называющие себя маоистами, будут не только против освобождения Тайваня. Это-то ладно, допустим, там сформовалась отдельная политическая нация. А будут за возвращение Гонконга в неоколониальную зависимость от западного капитала. Мао задается вопросом, стоит ли расширять товарное производство. Он склонен больше давать утвердительный ответ. Но нет конкретики. Потому что товарность в СССР была сильно ограничена. И Хрущев как раз снимал эти ограничения, помогая ревизии. И на этом все заканчивается. Через всю работу сквозит мысли. Мы сделаем лучше, чем в СССР. Вот только от Сталина Мао и Хрущев уходили вместе. В разные стороны. И Мао отошел недалеко. А Хрущев же постарался максимально отдалиться.